О центральной городской больнице, Ледовом дворце в Чебоксарах и тракторном заводе шла речь на встрече президента России с главой Чувашии. О деталях федеральной поддержки Михаил Игнатьев рассказал сегодня на совещании членам правительства. В разговоре с главой Чувашии, который состоялся в Кремле, Владимир Путин интересовался, каких показателей достигла промышленность республики, как идет работа по выполнению майских указов по выравниванию заработной платы работников бюджетной сферы. Еще одна важная тема – антикоррупционная деятельность правоохранительных органов. Поручение такое хорошее сделал в адрес министра финансов Силуанову Антону Германовичу. Прошу рассмотреть и доложить предложение по поддержке республики. Это хорошее такое поручение. Поэтому министерство финансов надо отрабатывать, аргументацию надо представлять. Сумма – это по привлечению, прежде всего, бюджетного кредита для заимствования коммерческих кредитов и для строительства практически наших учреждений социальной сферы. Обсудил Михаил Игнатьев с Владимиром Путиным и положение дел в концерне «Тракторные заводы», заметив при этом, что концерн включен в перечень перспективных предприятий. Президент России уточнил, как на самом деле сама обстановка. Вроде бы решения приняты на бумаге, все красиво, но до сих пор оборотных средств у «Тракторного завода» нет. Критическая ситуация сложилась по расчетам за электроэнергию. Президент России наложил визу медведеву Дмитрию Анатольевичу, прошу рассмотреть и поддержать предложение республики. Я доложил и сказал, какая она на сегодняшний день на самом деле социальная напряженность. Булдозерных заводов в Российской Федерации практически нет, кроме нашего тракторного завода. И с учетом санкций, с учетом поддержки экономики Российской Федерации, экономики регионов Российской Федерации, соответствующие решения, пользу нас, пользу республики, пользу этих предприятий, скорее всего, будут приняты. На встрече с президентом глава Чувашии поднял еще один важный вопрос – финансирование строительства Ледового дворца. Дворец уже работает, а долги перед подрядной организацией остались. Правительству республики необходимо рассчитаться со строителями. По словам Михаила Игнатьева, Владимир Путин адресовал министру энергетики Александру Новаку и главе «Газпрома» Алексею Миллеру просьбу рассмотреть предложение, чтобы рассчитаться с кредитом на доходу Ледового дворца. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.